Курс эффективного чтения Курс эффективного чтения Курс эффективного чтения Дело в том, что в отличие от маленького внука Девушке-программисту, вероятно, все время будет требоваться Находиться в топе того, что появляется в программировании Хороший пример, потому что программирование Это очень динамически развивающаяся отрасль Сколько книг выходит в единицу времени В месяц, в два Там, понятное дело, довольно большое количество И книги не мурзилка, а здоровые тома Которые изобилуют спецлексикой И другими вещами, которые развивают программиста Соответственно, на самом деле Программирование хороший пример, но не единственный Потому что вообще-то в любой динамически развивающейся отрасли В месяц Выходит определенный объем литературы Который, если человек хочет быть профессионалом в своей отрасли Он обязан его читать Ну или хотя бы тезисно знакомиться с его содержанием И курс эффективного чтения в большой степени направлен именно на таких людей Которые где-то вынуждены, где-то им нравится Иногда эти вещи совмещаются То есть я вроде как вынужден читать, а это мне нравится Читать и обрабатывать большие объемы информации Если человек читает в месяц 4 программки То, наверное, ему не к нам А к нам тем, кто хочет читать быстро Много из этого процесса, много забирать содержания Вот это основная задача курса И все занятия на курсе построены таким образом Что мы практически не рассказываем теорию Теории у нас на курсе крайне мало Основное время люди тренируются Где-то тренируются читать, где-то выполняют упражнения Которые, собственно, разгоняют чтение Но, тем не менее, это очень практический курс Вот в связи с тем, что я услышала Скажите, пожалуйста, программист, студент-медик, юрист Они как-то по-разному будут заниматься у вас на курсах? Или это одна и та же программа? Смотрите, какая ситуация Набор техник и постановка навыка Происходит одним и тем же способом Независимо от того, какая профессия у человека Другой вопрос, что мы очень настаиваем И очень следим за тем, чтобы помимо занятий на курсе Наши слушатели использовали свою литературу Для самостоятельных занятий И когда они используют свою литературу У них возникают свои вопросы Которые они адресуют преподавателю И вот это крайне полезно Это полезно не только для того, чтобы Когда мы самостоятельно занимаемся У нас, понятное дело, результаты растут Быстрее и качественнее, чем если мы занимаемся Только на занятиях А кроме того Люди, которые работают со своей литературой Они сталкиваются с массой вопросов Например, они начинают обращать внимание Что многие вещи образуются быстрее Если использовать какие-то альтернативные типы чтения Мы, например, на курсе много работаем Не только с прямым чтением От первого слова к последнему А и с другими Становится понятно, что, например Сканирующее чтение, так называемое Это максимально быстрое чтение Которое, правда, имеет свои ограничения Сканирующее чтение полезно очень многим профессионалам Чтобы, например, оценивать источник информации С точки зрения адекватности его темы И, что важно, прогнозировать время на его прочтение Если человек осваивает этот навык Это полезно абсолютно в любой отрасли Если вы берете книгу и понимаете Что на книгу этого качества Мне нужно три дня Или я беру книгу И понимаю, что на книгу этого качества Мне нужно два месяца Потому что каждое второе слово в этой книге Я не понимаю Оценка Такой прогноз Типы чтения Особенности чтения в профессиях Они начинают выясняться Когда человек начинает работать самостоятельно Со своим материалом Спасибо большое Субтитры создавал DimaTorzok